Добрый день, уважаемые коллеги! Моё сегодняшнее выступление посвящено вопросам создания и эксплуатации электронных архивов в организациях разных форм собственности. Я постаралась обобщить немножко этот вопрос и ответить, ну, хотя бы на начальном этапе, да, что сейчас можно сделать в текущей ситуации, в текущем состоянии. И мой доклад не случайно называется «Полноценный электронный архив». Я этот термин упоминаю, он в законодательстве отсутствует. Просто хочу обратить внимание на следующий момент. Дело в том, что у нас представление об архивах у очень многих сотрудников и организации бывает разное. И некоторые, свалив свои документы в подвале, тоже это называют архивом. Аналогичным образом, переходя к работе с электронными документами, считают, что все, что записано на их серверах, это тоже электронный архив, и все прекрасно. А на самом деле все это не совсем так. И связано это с тем, что когда мы говорим об архиве, и как только мы начинаем использовать этот термин, мы должны четко понимать, что это не просто хранилище информации, а это хранилище юридически значимых электронных документов, требования к хранению которых установлены законодательными нормативными актами нашей страны или даже внутренними нормативными документами той или иной организации в зависимости от ее сферы деятельности. Соответственно, такой архив обеспечивает долговременную сохранность документов. И обратите, пожалуйста, внимание, вот этот отчет этой долговременной сохранности начинается с 5-7-летнего срока хранения информации документов. Но он не только хранит, потому что главная задача архива любого не только обеспечить сохранность, а обеспечить пригодность к использованию этих документов и информации. И если мы не сможем это обеспечить, задача архив не выполняет. И самое главное, что мы должны вот эту сохранность и пригодность к использованию обеспечить без ущерба для их юридической значимости и доказательной силы. И если для бумажных документов у нас эти технологии уже не только описаны, прописаны хоть как-то, но и уже на собственных шкурках опробованы, поскольку бумажное делопроизводство ведется уже давно, то вот с электронными документами здесь достаточно много проблем. И самое главное, такой архив, он сразу же подпадает под законодательство в архивном деле в Российской Федерации. И хотя это законодательство достаточно устаревшее, надо отметить, что оно в большинстве своих положений технологически нейтрально. И те требования, которые в нем содержатся, в общем-то совершенно спокойно распространяются на электронные документы и информацию. Иное дело, вопрос возникает, а как исполнить эти требования и обеспечить их исполнение? Вот это другой вопрос. И соответственно, если эта информация и документы начинают сохраняться в организациях, источниках комплектования, государственных и муниципальных архивах, и эти документы относят к архивному фонду Российской Федерации, архив организации не только должен их обеспечить сохранность, он должен обеспечить передачу их на хранение в государственные и муниципальные архивы. И соответственно, вот эта задача, она становится сейчас все более и более близкой к точке кипения. С моей точки зрения, точка невозврата уже пройдена, потому что большинство организаций активно используют электронные документы, и вопрос хранения их вот именно в полноценных электронных архивах уже наступил. И эти вопросы постоянно уже возникают. Здесь сразу возникает вопрос, еще один к термину, долговременная сохранность документов. И здесь ситуация тоже достаточно серьезно изменилась, и связано это с активным использованием динамично меняющихся информационных технологий, потому что в традиционном делопроизводстве и архивном деле долговременная сохранность отчитывается с 10-летнего срока хранения документов. То есть фактически получается, что у нас примерно 95% документов – это документы до 10 лет хранения, и чаще всего на них внимания в бумажном делопроизводстве серьезного не обращают. Для электронных ситуация изменилась по одной простой причине, что сейчас изменилось представление о времени. Если пригодность документа к использованию невозможно обеспечить в течение всего срока хранения путем сохранения его в первоначальном виде, то фактически нам приходится проводить его преобразование в новые форматы, переносить в новое программное обеспечение, в новые системы, и уже в этот момент можно считать, что мы начинаем работу по обеспечению долговременной сохранности документов. Причем обычно вот сейчас это долговременное хранение как раз начинается с отсчета, связанного с момента смены информационных систем, а такая смена у нас происходит примерно 5-7 лет, и самое страшное заключается в том, что вот эту процедуру иногда для документа придется проводить буквально сразу после его создания и сохранения в системе, если эта система начинает выводиться из эксплуатации. И нам придется проводить вот эти все процедуры, вне зависимости от того, какой срок хранения у этих документов у нас установлен. Поэтому проблем у архива много электронного, я выделила только ключевые, которые нам придется решать, и, кстати, часть из них уже решается в настоящее время, насколько я знаю. И здесь, наверное, принципиальным вопросом является такое положение, которое, в общем-то, наши зарубежные коллеги уже достаточно долго обсуждают, и я с ними полностью согласна, что в настоящее время и в будущем для электронных архивов ключевой проблемой будет то, что мы принципиально не сможем сохранить на длительном интервале времени и в работа со способным состоянием подлинник электронного документа. Нам придется хранить заверенные, юридически заверенные копии этого документа. А это означает, что нам придется в этом направлении менять законодательство и закреплять процедуру создания вот такой юридически значимой электронной копии, причем не собственником документа, а хранителем документа. То есть это может быть и ведомственный архив, это может быть уже государственный архив, но это придется делать каждый раз, причем придется делать не копию с подлинника каждый раз, а снимать копию с копии, копию с копии, что сейчас на законодательном уровне незаконно. Вторая проблема – это та правовая неопределенность, которая у нас сейчас есть, и быстрое изменение законодательства и судебной практики использования электронных документов. Значит, темпы роста законодательского изменений, они, в общем-то, впечатляют. За первое полугодие этого года внесены существенные изменения в ключевые законодательные акты. Сейчас у меня на контроле около 45 законов, которые уже внесены в Государственную Думу и связаны с регламентированием использования электронных документов в госуправлении и деловой деятельности. И надо сказать, что темпы снижаться точно не будут. И эта проблема есть. При этом обращаю ваше внимание, что все, что связано сейчас с внесением изменений в законодательство, не является инициативой ведомств, которые отвечают за вопрос архивного хранения документов. Это все делается в, так сказать, фактически Росархив отошел в сторону, и все остальные ведомства радостно, так сказать, регулируют использование электронных документов в деловой деятельности без учета того, а как потом все это хранит. Значит, вот эта проблема и этот разрыв только увеличивается, и здесь мы просто должны осознать ситуацию и, так сказать, понимать, что в такой ситуации нам придется принимать достаточно часто самостоятельные решения. Понятное дело, что сейчас идет достаточно быстрое изменение и устаревание информационных технологий, причем при постоянно обостряющейся ситуации с обеспечением информационной безопасности. Никому в голову не придет, хотя были случаи на Украине, украсть бумажный архив. Украсть электронный – идея очень интересная и постоянно реализующаяся в мире. Понятное дело, что любая электронная информация хороша только тогда, когда она имеет эффективную возможность, ее использование организации имеет, и доступ к ней тогда, когда удобно и так, как удобно. Соответственно, вот организация доступа к архиву тоже становится ключевым моментом. И самое главное, мы еще до конца не осознали, что если мы хотим получить хороший электронный архив, мы должны об этом задумываться в момент создания информационных систем по работе с документами, потому что если не продумывать, а что будет дальше после того, как документ в активной деловой деятельности будет использован, и как мы его будем хранить, архивам придется иметь дело с зоопарком разнообразнейших электронных объектов, и в мире уже появились специалисты в области электронной археологии, потому что приходится с этим разбираться, и это профессионалы типа Шерлока Холмса, даже, наверное, выше. Соответственно, когда мы говорим про создание любого электронного архива в организации, мы должны тоже осознать, что это очень сложный информационный объект, и ни одно структурное подразделение организации самостоятельно с его проблемами комплекса – справиться они смогут. Нужна междисциплинарная команда. И самое главное, главным в этой команде должен быть шеф, который должен постоянно маячить за спиной этих специалистов, потому что без поддержки высшего руководства реализовать такие проекты, особенно в крупных организациях, практически невозможно. Хотя просто потому, что это слишком дорогое удовольствие. Нужен юрист, причем юрист, который разбирается в информационных технологиях и архивном деле. Нужны специалисты в области информационных технологий и безопасности, которые, внимание, понимают в делопроизводстве и архивном деле. Нужны архивисты, предпочтительно электронные архивисты, которых, на сожалению, до сих пор еще не готовят в стране. А это значит, у нас 5 лет еще будет провал с профессиональной подготовкой, а то и больше. И, конечно, нужны участия, профессиональные участия, заинтересованных сторон, прежде всего, организаций, подразделений, подразделения организаций, которые как раз и используют, работают с этими электронными документами, потому что без этого, без их вмешательства, очень часто сама система архивного хранения может быть выстроена очень неэффективно. К сожалению, мы очень холодно относимся к изучению зарубежного опыта. И это плохо, потому что такой анализ позволяет как раз использовать такую машину времени, чтобы оценить вообще, куда мы идем, куда мы движемся, и где нам можно опустить некоторые углы, облегчить себе движение вперед. И вот компания «Электронная офисная система», мы уже на протяжении 10 лет такой анализ проводим. И вот кратко, понятно совершенно, что в коротком докладе трудно что-то подробно описать, вот некоторые обобщенные выводы по вопросам создания электронных архивов и их работы. Первое, на что обращать внимание, что фактически подавляющее большинство архивов государственных, это прежде всего с коммерческими все сложнее, доступ к информации более ограничен, отказываются от поддержки возможностей перепроверки усиленных электронных подписей. Это при том, что в мире активность использования таких видов подписей достаточно ограничена. Лишь один архив Кореи заявил, что они будут поддерживать возможность перепроверки. Все остальные от этого явным образом отказываются, закрепляют это в законодательных актах и обеспечивают юридическую значимость документов другими методами, способами, в том числе надлежащим обеспечением закрытого контура хранения этой информации. Но при этом архивы активно используют криптографические технологии для защиты информации как внутри контура архива, так и передачи ее или приема ее из вне и вовне. Архивы активно используют открытые форматы, которые считаются пригодными для долговременного хранения электронных данных. Причем я хочу обратить внимание, что здесь речь идет не только об информации типа нашей организационно-распорядительной, это и информация связана с научно-технической документацией и ряд других групп достаточно интересных и мощных групп документов. И активное использование именно форматов открытых это принципиальное значение. Но здесь сразу возникают проблемы, вы сами понимаете, перевод документов в эти открытые форматы очень серьезного. Проблема возникает, если этот документ подписан усиленной квалифицированной подписью и, соответственно, требуется определенное нормативное регулирование. Одновременно архивы активно используют специальные контейнерные форматы для хранения документов, в которых собирается информация не только сам документ, но и метаданные по нему, что позволяет более, так сказать, удобно хранить эти все вещи. Ну и, конечно, серьезное внимание, просто серьезнейшее обращается к разработке законодательно-нормативной методической базы деятельности таких архивов. Вот в Австралии австралийцы достаточно активно работают, у них в каждом штате есть электронные архивы. Так вот, в среднем, каждые пять лет эта нормативная база перерабатывается, совершенствуется и вновь опубликовывается в виде стандартов, которые, внимание, для государственных органов обязательны к исполнению. И нормативная база очень неплохая, и которую, в принципе, как методическую мы можем тоже использовать. Второй момент, который всегда интересует вообще, а сколько нам это удовольствие обойдется, потому что это даже важно. И второй, и еще один, третий момент, а сколько времени нам потребуется на то, чтобы ввести в действие полноценный электронный архив. Вот статистика обобщенной данной, связанная с анализом более 20 проектов международных, зарубежных, связанных с построением и созданием электронных архивов. Значит, сроки реализации. Здесь интересно то, что на разработку концепции процедуры работы и создание команды архива уходит 24 года. А вот на реализацию ее в железе уже год-два. То есть видите соотношение. У нас же чаще всего начинают с того, что мы сначала закупаем железо, а потом начинаем думать, а что с ним делать. Вот здесь вот противоположный подход, который является более правильным, потому что он позволяет минимизировать затраты. А затраты, цена вопроса, это 4-8 миллионов долларов на реализацию эконом-класса. Самый дорогой архив в мире электронный, архив национальных архивов Соединенных Штатов Америки, только первый этап, связанный с приемом документов президента Соединенных Штатов, Пуша, младшего, обошелся стороне и налогоплательщикам в полмиллиарда долларов США. Значит, есть более экономные вещи, есть даже коробочные продукты, которые используют не менее 10 стран Евросоюза, в том числе, например, Эстония. И вот эти варианты использования мы могли бы тоже изучать и учитывать при разработке. Численность персонала. Очень небольшой, как правило, штат от 5 человек, причем подавляющее большинство из них это специалисты информационных технологий. Как в свое время на нашей конференции выступал руководитель такого архива эстонского, на 17 человек у нас есть один архивист, ну, чтобы мы отчасти не забывали. Вот, все остальные это специалисты именно IT. И вы понимаете, что особенность архива накладывает свои отпечатки. Что же в такой вот сейчас ситуации делать в условиях России организациям, у которых возникает уже необходимость создавать электронные архивы и активно их использовать. Таких организаций все больше. Надо сказать, что за последнее время я встречалась с коллегами разных направлений. Это и банковская сфера, это и сфера крупных коммерческих структур, это и государственные органы, которые у нас сейчас массово насоздавали базу данных и начинают работать с электронными документами, а это критически важные ресурсы государственные и их утрата в общем-то чревата, а сохранность документов в сроке хранения длительные, а то и постоянные. Документы архивного фонда Российской Федерации. Значит, что можно на сегодняшний день с моей точки зрения делать? Значит, в отсутствие конкретных законодательно-нормативных требований организация должна делать то, что в их силах. Что в ее силах, учитывая те законодательные требования, которые конкретно для нее существуют, и те потребности, которые у нее существуют в работе с документами и в их архивном хранении. Причем сейчас, и судебная практика это тоже подтверждает, когда дают вопрос вот от таких серых зонок законодательства, суды, особенно арбитражные, достаточно гибко к этому подходят и очень внимательно изучают, а что организация сделала, какие меры были, разумные были предприняты для того, чтобы решить поставленную задачу. То есть никто не пытается, так сказать, требовать выше, прыгнуть выше головы. Но, соответственно, это означает, что организациям придет самостоятельно разрабатывать свои внутренние нормативные документы. И самое главное, вы не хуже других. Понимаете, если во всей отрасли у всех электронные архивы есть, а организация архив не создала и утратила документы, первое, что запросит регулятор и контролирующие органы, а почему вы не сделали, как все остальные, нормальные организации. Ну и, конечно, при нехватке своего опыта необходимо использовать опыт зарубежных стран, тем более, что вот все, что связано, скажем, с системой управления государственными документами, это информация открытого доступа, она есть в интернете в практически полном объеме, включая и нормативно-правовую базу. Вообще, общий подход к решению задачи сейчас, с моей точки зрения, должен строиться на системе менеджмента, когда внутри организации разрабатывается комплект внутренних нормативных документов, в которых говорится, как мы будем обеспечивать сохранность электронных документов, проводим обучение персонала и понимаем, что это обучение не только тогда, когда он только пришел на работу, но и регулярно с обновлением требований информационных, технологий, программного обеспечения и так далее. Реально начинаем сохранять электронные документы в строгом соответствии с тем, как мы это все прописали. Поэтому здесь очень опасно делать методом Ctrl-C, Ctrl-V, беря какие-то документы из других структур, считая, что они хорошие, а работать как получится, потому что если на такой ситуации противоречиво ловят в судах и доказывается, что организация сама нарушает свои правила работы, она обычно проигрывает в суде. Ну и, конечно, мы отслеживаем ситуацию, что творится в законодательстве, в каких сторон идут изменения, какие потребности организации возникают в тех или иных случаях, выявляем недостатки того, что мы с вами вместе написали, меняем это все и снова документируем. И вот этот процесс повторяется непрерывно по цикличности, потому что только так можно обеспечить на сегодняшний день выполнение задачи по обеспечению сохранности электронных документов. Хочу обратить внимание, что значительная часть информации связана с вопросами архивного хранения документов электронных смещается у меня на блоге регулярно. Милости прошу. Он работает 24 часа в сутки. Каждый день на нем появляются минимум две новости. Одна российская, другая зарубежная. И, соответственно, эту информацию и эти материалы можно использовать в своей работе, в том числе и для повышения квалификации. и я желаю всем вам успехов в этом сложном деле. В ближайшее время нам предстоит серьезные решать задачи в этом направлении. Я думаю, что вопросы архивного хранения будут подниматься все чаще и чаще, потому что на сегодняшний день пока с точки зрения законодательно-нурмативной базы федерального уровня недостаточно регулирования, и это серьезно тормозит весь процесс развития электронных архивов как в федеральном, целиком в государственной сфере деятельности, так и в коммерческих организациях. Спасибо большое за внимание. Наталья, спасибо большое за интересный такой серьезный доклад. Продолжение следует...